От Курска и Орла война нас довела До самых вражеских ворот такие врат дела Когда-нибудь мы вспомним это И не поверится самим А нынче нам нужна одна победа Одна на всех мы за ценой не постоим Передаем приказ верховного главнокомандующего Генералу армии Рокоссовскому Войска 1-го Белорусского фронта Продолжая успешные наступления Овладели городом и крупным железнодорожным узлом Жлобин За отличные боевые действия Объявляю благодарность руководимым вами войскам Участвовавшим в боях за освобождение города Жлобин До 41-го года, ориентируясь на опыт Первой мировой Советские военачальники готовились к долгим И изматывающим позиционным сражениям Но немцы очень быстро дали им понять, что времена изменились Пришлось переучиваться на ходу, во время боев И к 44-му наша тактика полностью изменилась Мы научились сходу брать города Взламывать оборону противника Мы научились воевать Во время проведения Висло-Одерской операции В победном 45-м году Тот же Первый Белорусский фронт Который год назад столько времени и сил Потратил на захват никому неизвестного города Жлобин Вошел в броню немецкой обороны Как нож в масло Но в победных реляциях Никто не упоминал о закаленной Твердой, как алмаз, режущей кромки Этого ножа О передовых, штурмовых частях армии Штрафных подразделениях Мы же, как штрафной батальон Ни в один город Нам не позволяли входить Как освободителям Ну как потом написать Что вот Варшаву Или Брест Или тот же Рогачев Освободил штрафной батальон Ну это же было Табу На упоминание этих частей Вопреки сложившимся в последнее время стереотипам Штрафные батальоны Отнюдь не были плохо управляемыми Сборищами преступников Наоборот В Красной Армии Не было более дисциплинированных И боеспособных частей Как ни парадоксально это звучит Штрафные батальоны Были войсковой элитой Этот человек Александр Васильевич Пыльцин По официальным документам Провел на фронтах Великой Отечественной войны 12 лет На самом деле Александр Васильевич Воевал всего два года С 43 по 45 Но в соответствии С положением о штрафных батальонах Действующей армии Их командирам Каждый месяц службы Засчитывался за шесть Потери этих подразделений Были тоже приблизительно В шестер Выше чем в строевых частях И дрались штрафбатовцы Тоже за шестерых Немцы знали что Перед ними штрафники Мы в атаку идем Приходим А немцев уже нет Они боялись Уходили заранее Семен Басов был офицером-штрафником Он хорошо помнит Свой последний бой В штрафбате Бой когда его ранило Осколками снаряда Один из этих осколков Как пожизненное Напоминание о войне До сих пор сидит у него В голове На штурм немецкой траншеи Их вышло 150 человек До цели дошло 20 В обороне В обороне стоялись немцы Они пристреляли Каждый квадратный метр Нейтральной полосы И били без промаха И вот когда начали В атаку Началось все Фонтаны земли Взрывом поднимается Человека плачмя На глазах Поднимается взрыв наверх Вот нас вырвало Взрывалось человек И 150 человек Рот пошло И вырвались И немцы Не приняли Штакового По траншеям Быстро убежали Гитлеровцы уже знали Что смертники Из штрафбата Не боятся ран И увечья Ранение Было для них Условием освобождения И реабилитации Свою вину Перед родиной Независимо от того Провинился ли штрафник На самом деле Или был осужден Без вины Он должен был Смыть кровью Своей и вражеской И немцам Вовсе не хотелось Участвовать В тяжкой мясорубке Где уже не остается Ни победителей Ни побежденных А есть только Обезумевшие Рвущие друг друга В клочья люди В ход пускали Все И заперные лопатки Рубили головы И штыки У кого были Винтовки со штыками Вот И автоматы И гранаты В такой рукопашной Смотришь А кто же победил Кто взял верх И смотришь Ага Наших стоит больше А немцев Лежит больше Значит мы Победили Значит мы В этой рукопашной Вы стояли В 2004 году На экраны Вышел сериал Штрафбат Роль командира Штрафного батальона В нем исполнил Заслуженный артист России Алексей Серебряков Я много чего Прочитал Про войну И про действия Наших военачальников К юбилею Завоевать что-либо Очередную высоту Очередной мост Очередной Идут В связи с чем Я понимаю Прекрасно Что В этом смысле Эта картина Конечно же Абсолютно правдива С эмоциональной И с художественной Точки зрения И не сильно Меня беспокоит Что В штрафбате К этому командир Не мог быть Сам из штрафбата Зрители были От фильма В восторге И только наши ветераны Прошедшие Через штрафные батальоны Подвергли его Резкой критике Насколько Психологически Убедительны Получились в этом Фильме Персонажи Настолько же Историческая Фактологическая Его часть Не соответствовала Действительности Показано Что Сзади стреляют И угонят Да ничего Это подобного Ничего подобного Не было Это все чушь Самое настоящее Это клевета Показанных Командир рот Был убийца Что был Кассира убил Грабили Насиловали Да это же Мы же офицеры Офицерская же честь Всегда же остается В любоприимовом положении Все равно остается Все неправда И то что Командовал батальоном Штрафник Неправда Командир рот Это были Боевые офицеры Они воры В законниках Там Глымов Помните Командир роты И что там было Чуть не на каждого Штрафника Надзиратель Вот Из СМЕРШа Но Вся беда В том Что это неправда Играли хорошие актеры И им Зритель доверит Актеру Что он так Хорошо играет Штрафные батальоны И штрафные роты Были сформированы 28 июля 1942 года Приказом Народного комиссара Обороны Союза СССР Номер 227 В тексте Этого приказа Подчеркивалось Что немцы Для борьбы С трусостью И неустойчивостью Своих бойцов Используют Штрафные батальоны И заградительные Отряды И что наличие Этих штрафных Подразделений Благотворно Сказывается На повышении Дисциплины В рядах Вермахта У немцев Штрафные батальоны Были И офицерские Тоже были И Были Батальоны Для рядовых И Унтер-офицеров Причем Интересно Вот у нас Сроки были Там Месяц Два Три Месяца А у них Иногда Так сказать Бессрочное Пребывание В штрафных батальонах Я видел Прикованного Немецкого Пулеметчика Прикованную Цепью Мертвого Эффективность Немецкого Штрафбата Созданного В критические Для фашистов Дни сражения Под Москвой Показала Нашему руководству Путь Для решения Проблем В своей армии Тогда-то и было Принято решение О создании Чего-то подобного И у нас Правда Наших солдат И офицеров Приковывать К орудиям Не приходилось Они сами Рвались в бой Создаются Штрафные части Причем Создаются Они двух видов Вот те самые Штрафные батальоны В которые Направляются Военнослужащие Офицеры И политработники Но это Части составляли Приблизительно Десятую долю Штрафных частей Основная Масса людей Рядовой И младший Начальствующий состав Сержантский Направлялся В штрафные роты Штрафные роты Те использовались Конечно На полную катушку Там не жалели А штрафные батальоны Там По-разному было Штрафные части Могли направляться Только военные Офицеров батальоны Рядовые роты Во время Великой Отечественной Несколько сотен Тысяч человек Сидевших в ГУЛАГе Были амнистированы И направлены В армию Но В обычные Строевые части До войны Как вы знаете Было Осуждено За различные Нарушения За опоздание На работу За прогулы Огромное количество Людей Около миллиона Человек С началом войны Эти люди Были Досрочно Освобождены И направлены В действующую Красную Алью Андрей Малых Служил в десанте Его воинская часть Выполняла Самые ответственные Задания Как например В июле 42-го года Когда их забросили В немецкий тыл Чтобы доукомплектовать И вывести Из окружения Разбитый Перед тем Четвертый Воздушно-десантный Корпус Андрей Максимович Командовал Отделением И половину Его подчиненных Составляли Бывшие зэки В отделении Было 12 Краснолемейцев Из них 6 человек Бывшие Зэки И я вам скажу Что это были Прекрасные ребята И прекрасно Вместе со всеми Выполняли Боевые задачи Под амнистию Не могли попасть Лишь осужденные За тяжкие преступления И неблагонадежные Политические Кроме того В отношении тех Кого судили Уже во время войны Существовала практика Отложенных приговоров Преступников Направляли на фронт А наказание Они должны были Получить После победы Ныне уже Покойный поэт Михаил Танич Который всю войну Прошел артиллеристом Знаменитой Сорокопятки Вспоминал Такой эпизод Своей службы У нас был командир орудия Кузин Который был Такой же как я Командир орудия Его из лагеря взяли Десять лет у него было Он отвоевал Получил орден И после войны Его опять пришли Эти вот СМЕРШ Его забрали Досиживать Было очень обидно Мы писали письма И все Все равно Забрали Не досидел срок Кузину повезло И не повезло Одновременно Он прошел Всю войну И остался жив Но зато Ему пришлось Досиживать Для огромного Количества Зэков Отложенный Приговор Был по сути дела Формой Условного Осуждения Смерть Реабилитировала Их На фронте Под пулями Детали гражданской Биографии Человека Становились Незначительными Разницы Между обычными Призывниками И ранее Судимыми Не было никакой Мы просто не обращали Никакого внимания Нас даже не интересовало По какой статье Он судился Нам важно было Чтобы этот солдат Придя в наши ряды По призыву Выполнял Воинский долг Война поставила Ситуацию Дуэли Ты его или он тебя Ты герой или не герой А должен проявить героизм Страна была поставлена В обстоятельства Массового героизма Подвига Всеобщего Не забросил Штрафбат Я имею ввиду сериал Да нет там ничего такого ужасного Что на самом деле было в жизни Ведь по большому счету Были гораздо более страшные События И сюжеты были Гораздо более Страшные Жесткие Жестокие И Чудовичные В штрафные батальоны Направляли только Офицеров Провинившихся Как сказано В сталинском приказе В нарушении дисциплины По трусости Или неустой Неустойчивости плен врагу считать злостными дезертирами, семьи которых подлежат аресту, как семьи, нарушивших присягу и предавших свою родину дезертиров. При этом надо учитывать, что часто тройки, рассматривавшие дела, побывавших в плену офицеров, судили людей с риском для жизни из этого плена бежавших. Одному задали вопрос, а почему ты не застрелился? Я с ним разговаривал. Я говорю, а ты что ж как-то? Я, как же, сказал, а нужно, чтобы я, как же, выйду и застрелюсь. Я говорю, ну и как ты? Да, похоже, промолчали. Но мне такие вопросы не задавали. В сталинском приказе приводятся и примеры позорного поведения. Первым из числа недостойных офицеров был назван командарм второго ранга генерал-лейтенант Качалов. Иосиф Виссарионович заклеймил его так. Штаб группы Качалова из окружения вышел, пробились из окружения части группы Качалова, а генерал-лейтенант Качалов предпочел сдаться в плен, предпочел дезертировать к врагу. И это очень показательное обвинение. Ведь за 12 дней до выхода приказа Владимир Яковлевич Качалов героически погиб в бою, выводя войска из окружения. Однако известно об этом стало только через 12 лет. Что такое окружение, кто-то знает. Ни одного патрона, ни одного килограмма хлеба. Инженер 3-го ранга басов начинал войну в 409-м отдельном саперном батальоне Киевского укрепрайона. Строил дзоты, противотанковые сооружения и проволочные заграждения, закладывал минные поля. Когда войска по приказу Сталина оставили Киев, их саперный батальон уходил последним. Попал в окружение, продолжал сражаться. И полтора месяца мы в окружении сражались. От батальона нашего саперного осталось человек 25, может быть 30. Комбат собрал остатки и сказал, исчерпаны все возможности. Разбил на группы по 3-4 человека, приказал просачиваться, потому что уже прорвать невозможно. И вот начали просачиваться. Просачиваться сквозь занятые гитлеровцами территории к своим значит пытаться найти дорогу, где не было бы врагов. При том, что все пути ими были методично перекрыты именно с целью не позволить остаткам попавших в окружение войск никуда просочиться. Кремся немцы, немцы немцы. На кольце подошли к какому-то хутору, тихо вроде все, заснули, просыпаем, открываем немцы. Русь, Ауштейн, вставай, Русь. Все. Так Семен Басов попал в плен. Сначала их собрали в пересыльном лагере. Затем погнали колонной вглубь оккупированных территорий. Еды не выдавали. Раненых и тех, кто не мог идти от истощения, расстреливали. Колхозников, которые пытались бросать пленным красноармейцам хлеб и картошку, отгоняли. Настойчивых тоже расстреливали. В плену Семен Емельянович провел 20 дней. Решили уходить. Убьют, значит, убьют, в конце концов. Черт с ним. Состояние такое. Ну и троем мы бежали. Когда вышли женщины встречали, они плакали, глядя на такое состояние наше обиде. Уже далеко был фронт. И вообще уже тихо, чтобы война откатилась. Фронт был уже под Харьковом. С ноября до мая Семен Басов добирался к своим, узнавая у местных жителей, в каких селах стоят фашисты, а где можно пройти. Отстал один его товарищ, затем другой. Басов продолжал идти. Ближе к линии фронта повторилась та же история, что и под Киевом, когда сквозь сплошное оцепление немцев перейти линию фронта было невозможно. И все же, с риском для жизни раз за разом, Семен Емельянович повторял свои попытки. Попытался к фонарям подходить, а тут уже насыщение немцев перед фронтом, уже каждый хутор, не так-то просто, как говорят, чего-то не прошел. Да попробуй, пройдешь, узнаешь, с чего ты пройдешь. Вскоре фашисты отступили из городка Фатиш, где Семен Емельянович жил на нелегальном положении у своей матери. Отступая, они взорвали мост, и инженер Басов, собрав добровольцев из числа плотников, немедленно этот мост восстановил. Я инженер, у меня уже было три года стаж, диплом у меня мост был. И когда восстанавливали, из Дорожного управления Центрального фронта, из Курска, приехали два майора, в разведку приехали. А тут мост восстанавливается. Кто тут что? Ну, я представился, рассказал им, откуда я, что, как, что. Вот помощь нужна, я говорю, пока не нужно, сами мои нужны. Через несколько дней те же майоры приехали с просьбой починить еще один мост. Затем Семен Емельянович был назначен старшим инженером Курского военно-дорожного участка и восстанавливал мосты и дороги на участке в 150 километров от Курска до Орла вдоль Курской дуги. А потом ему пришла повестка явиться в село Беседино в штаб Центрального фронта на комиссию. Комиссия, что ли, тройка. Председатель комиссии политуправления, член комиссии, старший оперуполномоченный СМЕРШ и замполит резервного вытяжения. Ну, начиная где, что, как, почему. Вели себя вежливо, спокойно. Никакого крика, тем более применения физической силы. В любом случае, решение в отношении Семена Басова и ему подобных уже было принято за них. зачитывать апрельсеров, бывших в пледу, отозвать из войсковых частей, снять с команды до ложней, решить в поиске званий и для искупления своей вины направить в штрафной батальон. Путь в штрафной батальон Александра Васильевича Пыльцина был гораздо более простым. Война началась через два дня после их с одноклассниками выпускного бала. Всем классом ребята ринулись в военкомат и выстояли там очередь вдвое суток. Александра мобилизовали, но отправили не на фронт, а на Дальний Восток. Затем забрали в военно-пехотное училище, которое, рвавшийся воевать курсант Пыльцин, окончил по первому разряду. Здесь его ждал новый удар. Всех курсантов отправили на фронт, а отличников оставили служить на Дальнем Востоке. Он подал десятки рапортов и, наконец, своего добился. Был отправлен на Первый Белорусский фронт. Вызвали на беседу представитель воинской части. Посмотрел мое тощее личное дело еще. Ну что, лейтенант Диктырка? Вот. И говорит, ну все, лейтенант, пойдешь к нам в штраф БАД. Ну и, естественно, у меня сразу глаза, как говорят, 9 на 12. А за что? А он говорит, не за что. Неправильно, лейтенант, вопрос задаешь. Зачем? Будешь помогать штрафникам искупать их вину перед Родиной. Ты здоровый парень, сибиряк, дальневосточник, отлично окончил училище. Таким образом, я оказался в штрафном батальоне. Как еще попадали бойцы в штрафной батальон? Конечно, не у каждого из них была за плечами такая безупречная история, как у Семена Басова. Но многие из тех, кто был признан преступником и должен был кровью смыть свой позор, вряд ли на самом деле совершили что-то предосудительное. Один командир после жаркого боя, в котором его часть понесла большие потери, использовал пайки и водку, поступившие на убитых в этом бою солдат, для того, чтобы в минуту затишья устроить по ним поминки. Ему присудили разбазаривание продовольственного имущества и месяц штрафного батальона. Другой, флотский офицер, начальник корабельных ремонтных радиомастерских, однажды поймал по радио выступления Геббельса и, подзуживаемый своими любопытными коллегами, перевел его речь с немецкого на русский. Присудили ему содействие немецкой пропаганде. Конечно, в штрафбак попадали и за настоящие преступления. Один лейтенант был на фронте, был ранен, попал в госпиталь, написал жене, что недалеко в госпиталь лежу по ранению, приезжай. А жена сослалась на какие-то домашние обстоятельства, по которым она не может приехать к мужу раненого в госпиталь. Он заподозрился, что это нехорошее, и из госпиталя сбежал домой, неожиданно появился и застал жену в очень, так сказать, неприглядном положении с каким-то новым сожителем. Ну и рассчитался с ними во фронте. Он обоих застрелил. Попал в штрафбат за убийство. Так что в штрафной батальон попадали за что угодно, но меньше всего за трусость и неустойчивость в бою, как об этом было объявлено в приказе номер 227. Для Семена Емельяновича Басова самая убедительная статистика – те цифры, которые относятся к пополнению, с которым пришел в штрафбат он сам. Кто был в плену и в окружении 65% батальона. Основной костяк. Я говорю, я ни одного случая не знаю, чтобы в батальоне когда был, чтобы по трибуналу был. Я знаю, что были в плену, бежали, что были в окружении не прошли, потому что фронт побежал к Сталинграду, а как из Харькова догнать Сталинград? У меня был летчик смешной, фамилия такая, но сам он человек не смешной совсем. Один из его подчиненных начал в воздухе совершать какие-то манипуляции с самолетом. То ли он проверял его на каких-то режимах, то ли он решил просто попробовать, насколько у него получаются там мертвые петли. Короче говоря, разбил самолет и сам погиб. Так вот, этого летчика смешного за то, что его подчиненный разбил самолет сам погиб, за то, что в группе его не было настоящей дисциплины. Вот ему тоже дали определенный срок, он попал ко мне в батальон. На время службы в штрафбате офицеры лишались званий и наград и, соответственно, переводились в рядовые. Таким образом, это было подразделение, в котором каждый солдат был профессионалом высокого класса. Суровые и закаленные в боях командиры, орденоносцы, лейтенанты, капитаны, майоры, полковники. Люди, не раз и не два нюхнувшие порохом, способные мгновенно оценить боевую обстановку, умеющие планировать в мельчайших подробностях военной операции и брать на себя ответственность за десятки, сотни и тысячи бойцов, в штрафбате действовали плечом к плечу. Мы считали, да и сейчас я считаю, что фактически штрафбат офицерский, это были элитные войска, самые упорные, самые надежные, и поэтому никогда никаких заградотрядов. Когда штрафбатовцы воевали бок о бок со строевыми частями, они по-прежнему ощущали себя офицерами и служили примером рядовым бойцам. А тех, в свою очередь, очень ободряло соседство с офицерами-штрафниками. Вряд ли еще в каком-либо подразделении была возможна такая высокая концентрация войсковой элиты. И с этой точки зрения трагически выглядит приказ Верховного Главнокомандующего от 25 января 1943 года об объявлении благодарности нашим доблестным командирам. Говорит Москва приказ Верховного Главнокомандующего поздравляю бойцов, командиров и политработников с победой! Объявляю благодарность командованию и доблестным войскам, освободившим от немецко-фашистских оккупантов города Кантемировка, Минеральные воды, Пятигорск и многие другие города и тысячи населенных пунктов. МИУС-Фронт так назывался глубоко эшелонированный рубеж обороны немцев, одним из участков которого был Мамаев-Курган. Гитлеровцы укрепляли эту линию два года. Предельно плотно стояли на ней цепочки дотов и дзотов, пулеметные и артиллерийские гнезда, траншеи, противотанковые рвы и проволочные заграждения. Подступы к этим сооружениям были заминированы на ширину в 200 метров. Были использованы все преимущества, которые предоставляет здешняя местность холмы, овраги, обрывы и скалы. Был пристрелен каждый метр территории. И все же 18 августа 43-го года советскими войсками МИУС-фронт был прорван. Я видел прямые атаки, я участвовал в таких атаках, когда пехота идет наступление. Это очень тяжелая штука. Вот на рассвете наступление, ты не спишь всю ночь, все волнуются. В 6 часов утра начинается наступление. И мы едем за пехотой вслед, а навстречу на санках едут уже раненые вот сейчас. Санинструктор или собака-санитар везет уже в москалат сатиновый белый, весь в крови, уже раненых людей везут, которые только полчаса назад пошли вперед до нас. Участником этих боев был Юрий Иванович Кононенко. В то время он был сапером 271-й стрелковой дивизии. В их части тоже были тяжелые потери, но все-таки страшнее, чем штрафники, не воевал никто. Штрафбат шел прямо на доты. Под Матвеевым курганом был штрафной батальон, и он атаковал в лоб Матвеев курган. В морской форме были ребята, в черных этих бушлатах. Выйдут, собираются, атакуют, их собьют оттуда, они опять сюда, в Ивановку первую, а мы наблюдаем. Даже были танковые подразделения, были состоящие из штрафников. Были такие подразделения. В то же самое время, когда одни наши армии штурмовали МИУС-фронт, другие шли на прорыв не менее укрепленной оборонительной линии немецкой группы армий «Центр», самой мощной из трех групп армий вермахта, на реке Угре в Смоленской области. Александр Буянов в этом наступлении командовал рота из 192-й стрелковой дивизии. Они, конечно, оборудовали по полной программе, так сказать, пулеметами косили, просто как пшеницу, комбайн. И я искал эти огневые точки снайперской винтовки, тоже пытался пулеметчиков или кто там есть эти огневые точки подавить. И лишь с заходом солнца мы влезли в передовую. Целый день вот это преодолевали эти 500 метров. Вы знаете, поле все было услано трупами, нашими солдатами. Позднее Александр Буянов узнал, что именно тут, на этом участке фронта, слиснулись две волны смертников, наши против немецких. Гитлеровские пулеметчики вырыли себе индивидуальные окопы, воронки. Уйти из таких окопов шансов у них не было никаких. Но и выкурить их оттуда было нелегко. Даже снайперам достать их было трудно. Чтобы их уничтожить, оставались только лобовые атаки. Когда поубивали всех вот этих вот смертников, только тогда мы могли подняться. Вы понимаете? Ну, я же к этим окопам пришел и посмотрел. Убитые немцы в каждом окопе и пулеметы у них. А наши против каждого пулемета вот так клином лежали наши ребята. В лоб прямо расстрелянные. Потому что ползти, идти невозможно было. Старший адъютант стрелкового батальона 150-й стрелковой дивизии, той самой, которая потом в 45-м взяла Рейхстаг, Иван Рыжиков, участвовал в штурме высоты Заозерной Калининской области. Три ряда траншей, проволочные заграждения, минные поля и главное, очень удобное расположение на местности. С высоты просматривалось пространство на 8-12 километров вокруг и была пристрелена каждая кочка, делали ее с точки зрения гитлеровцев неприступной. Нам предали две роты штрафников, приказ поступил освободить эту высоту. За штрафниками вслед пошли мы. Боевые ранения и смерть на поле боя одинаковы. Получены они штрафником или обыкновенным строевым солдатом. Вся разница только в том, что у бойца штрафного батальона не было выбора. Чтобы смыть с себя вину, он должен был воевать так, как не воевал на той войне никто. Сказали, чтобы идти в бой, не отступать, шагу назад. И вот они шли, а мы вслед за ними. Их половина почти погибла, половина в живых осталась, но там только был офицерский состав. Там рядовых не было. Кто остался живой, и те, что погибли, тоже реабилитированы. Все. Солдаты штрафного батальона имели особое звание – боец-переменник. И его рядовой состав, соответственно, постоянно менялся. Военно-полевой суд мог вынести офицеру один из трех возможных приговоров. За преступления, которые в мирное время наказывались десятью годами тюрьмы, давали три месяца штрафбата. Пять-семь лет заключения равнялись двум месяцам. Вместо срока до пяти лет давали один месяц. В любом случае, боец не должен был провести в штрафбате больше трех месяцев. Ну, конечно, штрафные батальоны направлялись на самые ответственные участки фронта, на самые сложные боевые задачи. И там потери, конечно, были заметно больше, чем в других частях. Война всегда без жертв не бывает. Могут убить и в любом стрелковом подразделении, не штрафном. Ведь были не штрафные роты, которые попадали в тоже не менее страшные, да, когда целыми армиями оказывались в окружении. Война это ад. Это ад. Без сомнения, в котором человек проявляется еще больше, как человек, а нелюдь проявляется еще больше, как нелюдь. А ты что здесь делаешь? Орелу морской. Все там а ты тут. Это почему так? Да у меня ногу свело. Ну что ты мне фуфло толкаешь, сучий потрох? Я же тебя гниду насквозь вижу. Да мне вообще в медсанчасть надо. Да не надо в медсанчасть. Я тебя сам вылечу. Заодно и по счетам заплатишь курва. Один из самых спорных вопросов относительно штрафных батальонов Великой Отечественной могли ли штрафники быть реабилитированы без тяжелого ранения или смерти? Формально? Безусловно, да. Им было положено восстановление всех прав, званий и наград и за подвиг и просто в связи с окончанием срока пребывания в штрафбате. Но на практике бывало разное. Итог. 698 человек. Когда я посмотрел по документам, 630 было убитых и раненых и скупили винную кровь. И только 68 человек, оставшихся живых, не раненых, были освобождены по совершению проблевания. Заподлиг. Я, например, считаю, что это до тех пор, пока не ранен и батальона не отпускали. Ну, я же на два месяца был направлен. Два месяца мне кончались с 10 мая, а меня не ранены 15. По мнению Александра Пыльцина, все, как, впрочем, и везде, и всегда зависело не от инструкций и приказов, а от того, какую точку зрения занимал комбат. От человеческого фактора. Когда командовал нашим батальоном Осипов, он стремился сделать так, чтобы поменьше было потерь. А потом Осипов сменил другой командир батальона, который относился к штрафникам, прямо скажем, по-другому. Ну, даже пример, то, что я представлял к освобождению штрафника, который подбил танк, а он возвращал. Это он не ранен, пускай воюет. Версию, что штрафбатовцев уничтожали целенаправленно, что такова была реальная политика того времени, можно воспринимать или не воспринимать всерьез. Но чем еще объяснить приказ, который рота Александра Пыльцина получила в самые последние дни войны? Мои роты разминировали минное поле. Это было страшное дело, и, в общем, я до сих пор с возмущением вспоминаю это. У меня там погибло больше 80% роты. Их послали на смерть, хотя они и сами лишний раз не прятались от опасности. И ротный командир Пыльцин, и многие рядовые бойцы-переменники штрафного батальона зачастую были готовы стать смертниками, идти на верную гибель добровольно. За их спинами не было коварных НКВДшников с пулеметами. Их никто не принуждал к самопожертвованию, но в них были живы честь, достоинство и нравственный закон. Люди не делятся на героев и не героев. Все люди в разной мере испытывают чувство страха. Но обязательно. Это естественное чувство. Перед огнем, перед землетрясением, перед оружием и так далее. Просто некоторые это панически боятся, а некоторые могут это чувство страха как-то победить, хотя бы на время. Александр Пыльцин до сих пор возмущен тем, что его роту бессмысленно погубили на минном поле. Для него, очевидцы и участника тех событий, более естественной кажется ситуацией, когда командир заботится о штрафниках. Тех же, кто впервые слышит о том, как все было на самом деле, удивляет как раз противоположный факт, что штраф батовских смертников оказывается, кто-то в принципе мог беречь. Образ именно такого человечного командира воплотил Алексей Серебряков в своем персонажи в комбате твердохлебами. Я такой же, как вы. Пусть мы ляжем там, но хоть сколько-то отобьем у врага, хоть сколько-то отобьем, чтобы внуки ходили по нашей земле, и пусть мои кости сгниют к тому времени. Если вы не дешевки, вы пойдете со мной. Я прошу вас, мужики, я на колени перед вами встану. Я уже достаточно много прожил на этом свете, чтобы понимать, что все возможно. И людей я встречал всяких разных. Я не думаю, что во времена Великой Отечественной войны люди были другими. И количество мерзавцев и людей, преданных своему духовному началу, было примерно такое же. Поэтому я абсолютно уверен, что такой командир возможен. Я думаю, что их было, собственно говоря, большинство, потому что если бы их не было большинство, мы бы войну не выиграли. Нередкими были и случаи, когда бывший штрафник, отвоевавший свое в этом не самом спокойном подразделении, где месяц боев приравнивался к трем годам тюрьмы, оставался в нем уже в качестве постоянного командира. У меня был очень большой друг, Валера Семыкин. Валера Семыкин. Он попал в окружение. Штрафбата не то, чтобы не полагался официально, но на практике его могли дать только после гибели солдата или офицера. И хотя Ротный Пыльцин не был штрафником, штабисты все-таки предпочли подстраховаться. Хотя Ротный Пыльцин подвергался опасности не меньшей, если не большей, чем его подчиненные. Вот так вот первым поднимались мы, командиры. Командир же вот и бежит вместе с штрафником. Он не штрафник, он боевой офицер. Старшинство в армии определяется, как известно, не возрастом, а званием и должностью. Когда Александр Пыльцин только пришел в штрафбат, его подчиненные, опытные и много воевавшие командиры деликатно подсказывали ему в бою правильные решения. Затем он и сам стал закаленным в боях командиром. И когда полковника Осипова перевели из батальона на новое место службы, его прозвище Батя по наследству перешло не к новому комбату, а к ротному Пыльцину. Причем назвали вначале штрафбатя. В отличие от бати Осипова, ну а потом слово штраф как-то само по себе отселось и я так и привык, что меня зовут батей. Хотя я мальчишка еще по сравнению со всеми... Для тысяч советских офицеров штрафбат стал последним местом назначения. Выживала меньшая часть тех, кто пришел сюда восстанавливать свое доброе имя. Наверное, все без исключения знали, что им предстоит здесь пережить или не пережить. И свой последний час каждый хотел встретить достойно. И может быть, когда с тех людей, которые назывались теперь бойцами-переменниками, слетала шелуха мелких повседневных забот и страстей, они становились самими собой более, чем когда бы то ни было. Многие говорят, вот, штрафники, мы только матом и крылья. А неправда это все. Они обращались друг к другу, потому что они помнили, кто в каком звании. И если он младше лейтенанта обращался к бывшему подполковнику, он его называл. И не было этого грубости такой. Многие говорят, вот, там были вроде чуть ли не гражданин-начальник или гражданин-капитан, ничего подобного. Говорит Москва подписание акта о безоговорочной капитуляции германских вооруженных сил. Действуя от имени Германского Верховного Командования соглашаемся на безоговорочную капитуляцию всех наших вооруженных сил на суше, на море и в воздухе Верховному Главнокомандованию Красной Армии и одновременно Верховному Командованию Союзных Экспедиционных Сил. В том времени, когда Юрий Борис Челевитан читал это триумфальное сообщение штрафного батальона, в котором воевали Александр Пыльцин и Семен Басов уже не существовало. Свою войну он закончил на несколько дней раньше, чем остальные части Красной Армии. 4 мая наш батальон уже вывели из боя, потому что некому было воевать уже. На Одре погибли многие. Верховный сценарий было, что погибли все. Но я подумал, что есть какой-то смысл в том, что человек, имеющий совесть, человек, имеющий душу, чтобы переживать смерть других, обречен всегда оставаться в живых. Через штрафные подразделения прошло 428 тысяч человек, что составляет чуть более одного процента всех, кто принял участие в Великой Отечественной войне. Но потери в штрафбате были выше, чем в строевых частях в 3-6 раз. Штрафников бросали на самые сложные, опасные и ответственные боевые задания, где они, не раздумывая, отдавали свои жизни во имя общей победы над врагом. Вечная память солдатам Великой войны. Лишь только бой угас, звучит другой приказ, и почтальон сойдет с ума разыскивая нас. Взлетает красная ракета, бьет пулемет неутомим, и значит, нам нужна одна победа, одна на всех мы за ценой не постоим, одна на всех мы за ценой не постоим. неутомим. Незавидед не